На этих выходных в Ненецкий округ съехалось много региональных и федеральных журналистов. Напомню, все они прибыли на форум Ассоциации СМИ Северо-Запада. Многие из представителей прессы в Наринмар приехали впервые, а потому у них накопилось множество вопросов к главе региона. Игорь Кошин в этой связи провел большую пресс-конференцию. Много вопросов задавалось по развитию транспортной инфраструктуры. Всем известно, что Ненецкий округ – единственный регион, в котором нет постоянного наземного сообщения с большой землей. Решение этой проблемы – автотрасса Наринмар-Усинск. И в этом году мы возобновляем строительство этой автодороги, нашей автомобильной, которая нас свяжет с большой землей через республику Коми. И безусловно мы будем обращаться с этим и будем просить помощи наших коллег, чтобы нам достроить эту дорогу. У нас есть ряд вопросов, опять же, такого инфраструктурного развития. Дело в том, что округ – это такая европейская кладовая. У нас помимо углеводородов есть угли, металлы, много чего есть. Но чтобы все это заставить работать на благо страны, нужна очень простая вещь. Нужна инфраструктура. Инфраструктура, в том числе и транспортная. Существует в регионе еще одна проблема по транспорту, правда, уже воздушному. Глава региона прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Наринмарском авиаотряде, и отметил, что для решения этого вопроса окружная власть двигается в двух направлениях. Вот у меня один мэр. Первое. Мы прикладываем все силы, чтобы нам снять все вопросы между гражданскими и военными, чтобы все-таки начать реконструкцию полосы. Ну иначе мы просто скоро не сможем садиться, либо перейдем на дельтапланы, парашюты, что-то другое. Да, либо, не знаю, там на квадроциклы, снегоходы. Вот. Это первое направление мы должны сделать в конструкцию наших полосы вместе с рулежками и весь аэропортовый комплекс. Это одна. И там, вы правильно абсолютно говорите, может быть, хотим, но мы не сможем и не планируем привлекать частные деньги. Есть второе направление, это, собственно говоря, развитие, значит, дальнейшее развитие нашего отряда в части обновления парковоздушных судов. Здесь две проблемы. Первая проблема, ну, как это ни парадоксально звучит, даже не финансовая. На сегодняшний день нет альтернативы к такому замечательному самолету, как Ан-2. И кто что бы ни говорил, альтернативы на сегодняшний день нет. И это самая большая проблема, я считаю, с которой мы столкнемся, ну, уже в ближайшие годы. Мы, я имею в виду, все-все севера, Дальний Восток, там, у нас на сегодняшний день несколько субъектов летает на Ан-2. Мы, Якутия летает на Ан-2. Проблемы с топливом, потому что, вы знаете, там делает один завод в Европе. Мы передали делать, перестали делать, раньше у нас Уфа делает завод, сейчас они не делают. Поэтому проблема, прежде всего, в типе воздушного судна. Мы приняли для себя следующее решение, что те Ан-2, которые у нас есть, мы их будем поддерживать в должном состоянии, они будут летать, а мы все силы будем бросать на обновление парка Ми-8.